Когда ты приехал в Америку? В принципе, я делал практически то же самое, что я делал в России. То есть работал руками. И они, кстати, вместе работали с Максом Александровым. Как ты узнал о компании Fuse? YouTube. Они меня тоже звали в GameWire. Там были условия гораздо хуже. Планы развития компании. 20 миллионов долларов выручки. Потянем? Я думаю, да. Сколько ты максимум, работая инсталлером, зарабатывал в месяц? Ну, больше 20. Так, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Руслан. Рядом со мной сидит партнер компании Fuse HVC, Electrical Iron Refrigeration и Charash Montage Automatica. Одноименное название Артурчик. Я ему буду задавать интимные вопросы. И он будет на них отвечать, дабы раскрыть его характер и образ человека, работающего в нашей компании. Ты готов? Да. Так, хорошо. Первый вопрос. Когда ты приехал в Америку? Именно последний раз, когда остался? Это был май 2019. То есть ты здесь более двух лет? Чуть-чуть больше двух лет. Как ты узнал о компании Fuse? YouTube? В 16-м году, наверное. Наверное, да. Скорее всего, в 16-м, когда я выкладывал ролики о том, как... Когда ты только начал... Я увидел, ты еще ездил на Prius. Короче, это было еще в 16-м году. И Артур Пирожков писал мне комментарии, какую херню ты там делаешь. Надо делать вот так вот. И, в общем, удаленно подсказывал мне какие-то вещи. Самое его было достижение, то, что он подсказал, какой фонарик... Фонарик. Фонарик нужно купить. У нас все ими пользуются сейчас. HC-60. Как ты попал во Fuse? Скажи, пожалуйста. Когда я первый раз... Была первая поездка в Америку. Это был 18-й год. Я написал Руслану, что я приехал. Руслан, а ты мне говоришь, как будто я какой-то косвенный... Косвенный человек. Мне, но он написал. Ну да. Ты предложил встретиться. Я как раз поехал в Малибу, а Артурчик там со своей женой тусил в Лос-Анджелесе. Встретились, посидели на пляжу, поболтали. Артур и Саша сгорели в тот день, насколько я помню. Да больше всех ты сгорел. Я не помню, я сгорел. Ты сгорел, ты еще выкладывал видео, что у тебя весь живот красный. А, ну это нормально. И, кстати, вы потом приехали сюда, в Сан-Хосе. В Сан-Хосе. Я вас потащил по пути в Сакрамонты. Я их еще Сашу и Артура потащил на гору. На великах кататься. Артур выпендривался, что это херня твоя собачья все это. Сейчас я тебе покажу, как нормальные питерские пацаны катают на велосипедах. Кстати, давай сразу перейдем к теме, откуда ты и что ты до этого делал. Сам я из Карелии. С 11-го года, наверное, я жил в Питере. И занимался разными работами. И последние вот три года жизни в Питере я работал по ремонту и обслуживанию холодильников бытовых и коммерческих. Ну, иногда индустриальных. Ну, очень редко. А до этого что делал? До этого была попытка своего бизнеса производства откатных ворот и установки. Еще была работа в Петровиче. Я думаю, кто из Питера, тот точно знает. Ну, из Москвы тоже. А что такое, Петрович? Это строительные материалы. То есть у меня были свои грузовики. МАЗ, там, Валда и Газель. И они, кстати, вместе работали с Максом Александровым. Да, мы с Максом Александровым работали. Артур, короче, кореш Макса Александрова. Почему я вообще узнал о Америке? У меня до этого вообще мыслей никаких не было, что есть вообще такая страна. Можно сюда переехать. Можно сюда переехать. А до этого, то есть у меня как было? Работали мы в Петровиче, было, ну, так себе более-менее нормально. Макс мне такой говорит, я через месяц поехал в Америку. Я такой, блин, а что такое? Так можно было. А он в каком году переехал? В 16-м тоже где-то? Он в 17-м. В 17-м? Позже, то есть у меня? Он примерно в то же время. Я в 16-м. А, может быть, и в 16-м. В 16-м? Да, наверное. Окей. И, короче, он приехал, а ты там смотрел ему в рот, можно так сказать, переписывался с ним. Ну, он еще роликов не выпускал, мы с ним просто созванивались по WhatsApp. Ну, и плюс параллельно я смотрел «Моя Америка» или как называется канал. И твой. В 18-м году ты по какой причине просто сюда на месяц приехал, здесь тусовался? Просто я к чему веду? Артур, работая в Питере, работая на холодильниках, он, в принципе, зарабатывал столько, что мог себе позволить приехать в США и остаться здесь на месяц. Ну, да. То есть поездка оказалась дороже, чем там в Египет, в Турцию. Несмотря на то, что мы здесь были всего три недели. Ну, то есть мы сняли машину, проехали здесь примерно там тысяч шесть километров. Мы старались очень сильно экономить, ну, думали, что не хватит, то есть бюджет был ограниченный. И мы половину там в машине ночевали, половина в мотелях, половина времени у Макса как раз дома. И несмотря на это мы потратили там что-то 300 плюс тысяч рублей. То есть где-то 5 тысяч баксов. Отлично. Отлично. Окей, и короче, после того, как ты приехал обратно в Россию, что тебя смутило? И получается ты в 18-м году приехал туда обратно в мае где-то, да? В сентябре. В октябре. И потом уже в 19-м году в мае обратно, получается, прошло меньше... Полгода примерно. Меньше полгода. И что в итоге, зачем ты решил приехать? Обратно? Да. Ну, закрыть все дела, продать, съехать с квартиры. То есть ты понял, что тебе надо приезжать сюда? Ну да, то есть здесь нам понравилось. Можно было сразу остаться. Можно было сразу остаться, но решили съездить. А когда сидели с ним на пляжу, я просто вспомнил этот разговор. Я говорю, что вы обратно едете? Я говорю, сразу оставайтесь, я говорю, что вы паритесь-то? Я говорю, все нормально, намази. И короче, они все равно свалили. Окей, и приехали через полгода. Ну, мы просто всем сказали, что мы едем просто посмотреть, отдохнуть. Сдало посмотреть? Нет, вот в 18-м году, была первая поездка. Никто даже не думал, что мы собрались оставаться. Ну, и мы так, соответственно, тоже не думали. То есть для всех это был бы шок. И вы, значит, подготовили всех там полгода. За полгода подготовили и уехали. И что произошло потом? Ты приехал и поехал куда? В Сакраменто. В Сакраменто каким-то хером его понесло туда. Я, главное, вижу, что Артур приехал снова. Я как бы предполагал, что он приедет. Не знал, в какое конкретное время. Я его спрашиваю в Инстаграме. Какого черта ты там делаешь? Потому что в целом, когда я с ним встречался, я понимал, что мне, Артура, нужно сразу было хантить. В плане того, чтобы забирать его к себе на работу. Вот, и в итоге что? Ты приехал к нам. Спустя месяц. Месяц он катался из Сакраменто в Сан-Хосе. Катался, катался, потом переехал в итоге сюда. И сейчас уже больше двух лет тут колдебасишь. Получается так. В заложниках не отдают паспорт. Так в итоге, почему ты попал в Фьюз? Почему ты сюда пришел? Из-за информационного фона. Тебе же Макс Александров позвал тоже себе? В Greenwire. Нет, на тот момент Макс еще работал... В Greenwire он работал? Нет, он работал в NT Appliance или как-то так называется там. Он работал в Сакраменто. В Сакраменто-постраховка. И там мне сказали, что вряд ли они не смогут взять на работу. По определенным причинам. Потом он пошел в Greenwire и начал звать тебя, когда ты будучи здесь еще работал. На самом деле, когда я здесь уже работал, я позвал Макса. Во Фьюз. Он устроился сюда. Это был slow time. И Макс говорит, нет, не хватает мне вашей работы. И пошел в Greenwire, поэтому. Они меня тоже звали в Greenwire. Там были условия гораздо хуже. Какие у тебя успехи за два года работы в Америке? Как изменилась твоя жизнь? Что ты узнал нового? Сложно сказать. Английский чуть-чуть выучил. Ну хорошо, если ты улыбаешься. В принципе, я работаю на HVAC, на установках систем. В принципе, я делал практически то же самое, что я делал в России. То есть работал руками. В принципе, все, что я умел, я здесь применил. Ну, в целом, я могу сказать, что, как уже упоминал Артур, ты всегда занимался, в принципе, какой-то предпринимательской деятельностью. Ну, да. Ну, как бы занимался, в принципе, тут те же самые последние три года подбором каких-то своих заказов и выполнением их полностью. Ну да, то есть на дяде я работал только первый год, наверное, жизни в Питере. Тоже на холодильниках? Нет, это было строительно-монтажное управление. А ты сколько в Питере жил? Ну, лет восемь. Скажи, пожалуйста, ответь на такой вопрос. Сколько ты максимум, работая инсталлером, зарабатывал в месяц? Это грязными. Пускай будут грязными. Я, наверное, не вспомню сейчас. Я знаю average, то есть среднее за год. Максимум, ну, больше двадцати. Окей. В месяц. Это грязными или это average? Грязными. Average 16. Окей. Как вообще домашняя обстановка в плане того, что жене нравится здесь? Да, я стараюсь не работать там до девяти, до десяти, до семи. Сейчас семь двадцать пять, кстати. Как, будучи работой инсталлером, можно не работать до восьми, до девяти? Ну, можно работать до пяти, до шести, если раньше вставать, приезжать, раньше загружаться. Ты сейчас у нас на зарплате как директор, тебя все устраивает? Kind of. Обманули, как всегда, сволочи. Мы только-только начали этим заниматься. Чем? То есть я только себе вчера собрал стол. То есть еще рано говорить. Короче, Артур только на должности директора один месяц. Ну, понятно, но ты хотя бы чувствуешь, что у тебя побольше стало сил физических? То, что тебе не надо уматываться на столах? Да. Ответ «да». Это называется диалог. Конечно, когда работаешь инсталлером, у тебя там обязательно после работы душ отмыться от стекловатой, от пыли. Бывает уставший вообще там никакой, да? То есть если это целый день работы на Атике при сорока градусах по Цельсию. Конечно, тяжело бывает, но бывает и нет. Халявка какая-нибудь. Многое зависит от хелпера. Вы чувствуете, какой Артур? Он такой спокойный, как вудав. Как вообще ты воспринял наше предложение стать партнером компании? Ну, ты как бы ожидал этого или что? Или как? Какие у тебя были настроения? Я, наверное, особо не думал об этом. Может быть, я понимал, что такое предложение может поступить, но я не понимал, какие могут быть вообще условия и последствия. Ну, и до сих пор я пока не... ну, сложно что-то спрогнозировать. Не, ну посмотрим. Мы тоже не знали-то, что у нас в целом будет что-то. Так как ты все равно, что ты женишься и не знаешь, как у тебя завтра будет с женой. То же самое тут с любым партнерством, потому что некоторые люди пытаются там взять одного партнера и находят много разногласий. Они не понимают. А когда четверо, тут уже, извините меня, надо слушать уже всех. Но каждому уступать в случае необходимости. Потому что без альтруизма, можно сказать, в моем понимании, тут особо каши не сваришь. Ну, и общие хобби, вылазки тоже, наверное, помогают. Артурчик, я, наверное, как евангелист велосипедного движения компании, я уже пятерых посадил на велосипед. Это Стас, Денис, Артур, а нет, четверых. Русланчик, Клудфулин, которого я посадил на велосипед, он свалил во Флориду, продал там свой велосипед и сейчас не катается на велике. Ну, я тебе сразу сказал, что я, когда приеду, это в 2018 году еще, когда сказал приеду, я себе куплю велосипед, потому что мне еще тогда понравилось. Два года прошло. Твое года прошло, а так купил. Не, потому что, когда я приехал... Денег не было. Что? Денег не было? Так-так накопил. Потому что, когда я приехал, у меня были 24 тысячи, а сразу на тысячу долларов купил себе велосипед карбоновый. Скотт-скейл, 730-й. Я на нем, наверное, может быть, раз в 10 прокатился. Потом я просто начал тупо понимать, что у меня просто физически не хватает энергии, чтобы доехать. Короче, более-менее я начал кататься тогда, когда я уже начал уходить от физической работы больше. И это прошло, наверное, у меня тоже где-то 2-2,5 года, прежде чем я начал кататься снова. Как вообще ты видишь планы развития компании? Я даже не знаю, потому что сейчас мы только сняли офис. Он уже полностью заполнен. То есть тут развиваться, если только еще офис открывать. Не, ну у нас есть офис дополнительный, в смысле соседний, мы можем разжечь. Ну как вот ты думаешь, в каком направлении нам еще можно двигаться, чтобы удовлетворить твои будущие интересы? Сейчас у нас электрикал, и чувак, рефрижерейшн и пламинка. Пламинкой мы еще пока не начали заниматься даже, но уже мы загружены прям сильно. По электрике? Всему. Я пока что не понимаю, как это все организовать в рамках одной компании. Ты предлагаешь это делить? Нет, просто, может быть, расширять и чувак компанию, увеличивать обороты и количество бригад. Именно и чувака? Ну да. Но есть же определенный предел рынка, локальная компания. Ты же понимаешь, что я этот начальник отдела инсталлов, поэтому у меня мысль только в одну. Ты не начальник, ты директор уже, а начальником ты до этого был. Ну окей, но у нас же есть электрика, электрические инсталляции, это тоже, извиня меня. Сейчас у нас по электрике нет особо каких-то лидов. Электрики? Ну... Электрик у нас все в электрике заняты на две недели в пяти. Нет, 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 я имею в виду, нету каких-то тимлидов. У нас пока что нету. То есть у нас они работают как сами по себе? Плюс-минус у нас есть как бы толковый Миша хотя бы и Славик, которые работают самостоятельно, что дает нам огромные преимущества. Потом, дай бог, пит у нас будет. Поэтому, ребята, у нас есть вакансия электрика. Электрик нам нужен с лидерскими качествами, который будет просто тянуть это направление. Потому что сейчас у нас ник-остимейтер, который сидит в Питере, он у нас в день сейчас по 6-7 делает онлайн-остимейтов. Как вот только вот он в понедельник пришел, я сказал операторам, чтобы все эстимейты, которые там фри, просто переводить онлайн. Если клиент не согласен на онлайн, то просто мы говорим ему, что мы не сможем ему помочь. Потому что электрика делать эстимейты на тысячу долларов или на 200-300 долларов тоже не имеет смысла. Потому что я сегодня тоже делал онлайн эстимейт. Русским ребятам у меня получилось на 11 тысяч долларов. Они такие, при этом мы им делали HVAC installation буквально неделю назад. И они в принципе лояльны к нашим сервисам. Они как бы знают то, что мы работали. Я им сразу сказал, чтобы они не падали в обморок от цены. Да, электрика в целом очень дорогой вид услуг. Это понятно, что там любой может тоже хандимен это сделать. Но тем не менее, если это комплексно подходить к этому делу, то нелицензированный хандимен к этому делу не будет подходить. К той же самой электрической панели. Потому что электрические панели это наш, можно сказать, электрический хлеб, который заточен именно на лицензированных электрических контракторов. Потому что хандимен, он просто этого не сможет сделать. Он просто не сможет взять пермит и городской инспектор ему просто плюнет в глаз. Что насчет пламбинга скажешь? Пламбинг это просто пушка. Я считаю. Ну что ты, у нас пламберов у тебя нету. Я думаю, что начинать можно с того же самого, что вот Антон начинал. Что вот Антон занимался с Бихрусом, да? То есть они ездили по экстренным вызовам и ремонтировали что-то. Но это мелочь. Это не то, что нам подходит. Нам нужны инсталлы, потому что более серьезные проекты. Но инсталлы, это тогда нужны именно все новые дома. Нет, не только. Репайпинг называется старого дома. Ты знаешь, сколько стоит репайпинг? Да, дорого. 25-30 долларов на полторы тысячи скорфит. Это именно канализации и, наверное, водяные точки. Ну да, если вот так же, как вот с электрикой, не заниматься какими-нибудь там заменой одной розетки, то же самое тут замена крана какого-то одного, тоже это не будет интересно. Не, ну понятно, это в принципе, тут мы возьмем такого же второго виртуального эстимейтера, который будет просто по зуму смотреть, ага, у вас такая вот, такой кран, или у вас кран течет. Ну ладно, что, поменяем его там за 600 долларов, это окей. Потом сразу бойца туда отправили, потому что смысл отправлять туда тоже, именно боевого пламбера никакого нет. Ну да, но в принципе, это направление тоже хорошее, те же самые замены ватер хиттеров. Делается очень быстро, несложно, там минимальные навыки нужны для пламбера. Но единственное, у нас уже на складе места нету под пламбер. У нас проблема склада просто в том, что, мое мнение, то что мы просто набрали такое количество оборудования, которое нам в принципе сейчас, оно необходимо для того, чтобы просто закрыть какие-то короткие позиции, именно того, что нету на складе у супплееров. Да, то есть если бы это был бы не ковид, если бы было бы нормальное производство вообще всех фабрик, то есть нормальная поставка оборудования и даже расходников, то есть сейчас проблема даже в хом-дипо половина полок пустых. То есть то, что самое часто используемое в любой сфере, там электрика, пламя тот же самый, очень сложно что-то купить. Если бы потребовалось какой-то там коннектор, поехал хом-дипо, в одном нету, заходишь на сайт, его нигде нету. То есть как... Как инспекцию приходить непонятно. Как инспекцию приходить, да. То есть поэтому приходится заранее закупаться или даже может быть это уже, поставка этого товара уже налажена, но мы-то уже боимся, что опять оно может пропасть. И поэтому мы закупаемся на склад, мы стараемся все держать сейчас. Как насчет наших прогнозов на следующий год на 20 миллионов долларов выручки потянем? Я думаю, да, учитывая, если у нас еще придет пара электриков на замену панелей и установку солнечных панелей. Если будет у нас пламер... Мы продали, ну вот Майк продал установку солнечных панелей, ты знаешь, на 26 тысяч. Мы посмотрим, не знаю. Это потому что интересное направление, потому что в целом там тоже квалификация особо не требуется, специалистов, которые это будут делать. Там именно нужны боевые единицы, которые просто будут херачить. Ну да, потому что вот мы как-то делали установку, и напротив приехала бригада, которая устанавливала Solar. Там приехало человек пять, может быть, на двух, на трех машинах, и не за день сделали полностью крышу Solar. Красавец. Прокинули электрику и подключили дом. Так особенно с этими, если с микроинверторами, то там вообще делать нельзя. В целом, увеличить выручку, я думаю, можно. Окей. Как у тебя думаешь насчет нашей школы? Будет ли у нас успех в плане обучения других каких-то людей извне по всяким таким ричвак-процессам? У нас будет возможность привлечения дополнительных лучших кадров, которые, например, будут себя показывать с лучшей стороны в процессе обучения. Это хитрый татарский план. Я даже пока не задумывался об этом, теоретически. Когда у нас будет класс со всем оборудованием, это будет очень интересно. Ну, такого в Сан-Хосе, ближайших, не знаю, в Сакраменто даже. Там класс мы были у CFM, по-моему. Там он был очень маленький, там пару юнитов стоял и там рассказывал преподаватель очень какие-то такие простые вещи, которые и так все понятны. То есть, после Лос-Анджелесского Митсубиши курса, теперь, наверное, все будет казаться таким, знаешь, деревней. Есть хотя бы понятие, к чему мы должны прийти? Да, просто у меня такие эротические фантазии будущего, знаешь, какая-то, что у нас куча франшиз, и мы занимаемся обучением, мы занимаемся дистрибуцией оборудования, и мы занимаемся дальнейшей продажей франшиз. Учеба состоит в чем, что ты от человека научил, ты не имеешь никакой ответственности, в целом все зависит в дальнейшем от человека. Дистрибуция, ты продал, ты научил, продал, чему то, что ты научил. Если что-то не получилось у тебя, ну ты сам дурак. В целом мы договариваемся с заводом, и они нам высылают там новый юнит и так далее. Это как бы проблема логистики. И третье дело, франшиза, кому мы продаем, при кого мы учим, треугольник. Ну да, это тоже прикольно, потому что... Это моя эротическая фантазия называется. Ну, ты будешь делать то же самое, что ты уже делал. То есть у тебя уже есть франшизы, они уже сами работают, они сами зарабатывают деньги. Да, надо делать это качественнее, просто масштабнее. Ты знаешь, что мы взяли от Натальи, которая имеет опыт работы именно в сфере диспетчеризации. Нет, диспетчеризации. У нее 18-летний опыт работы в контакт-центре, и сейчас она будет просто подбивать наш курс обучения операторов. Буквально 2-3 месяца, возможно, и мы будем готовить быстрее и более качественнее, готовить кадры, которые у нас сейчас есть именно для тех же самых франшиз. Потому что мы готовим им людей и, можно сказать, их продаем. Торговлю людьми в 21 веке. Human trafficking называется. Виртуальный human trafficking. Но при этом все довольны. Главная наша цель – это обеспечение наилучшего сервиса и наилучшей жизни сотрудников компании. Как ты считаешь, имеет ли смысл объединять эту вот, ну, дирекцию, все эти три направления? Mechanical, Electrical и Plumbing. Или это надо оставлять как отдельное делать? То есть, если бы мы были General Contractors, то, наверное, можно было объединять. Если делать это качественно и дорого, то, наверное, это лучше делать как отдельное. Может быть, имеет смысл открыть еще один офис, именно только под Plumbing, например. Отдельных туда операторов, только под Plumbing, которые у них не будет голова кипеть. Назвать off-use Plumbing и сделать одну елповскую страницу отдельную? Да, то есть, так это будет работать сто процентов. То есть, когда мы работали только HVAC, это, блин, вообще было все изумительно. У нас сейчас все отлично. Не, ну, у нас всегда был appliance repair. Да, да, да. У нас как бы все равно там человек приходит на HVAC install и его спрашивает, «Ты можешь посмотреть еще микроволновочку?» Конечно, могу. Ну, да, то есть, так сильно все пихать в один офис, в одну компанию, в один Slack, в один HVAC install Pro, наверное, это место. Потому что сейчас именно я вот это наблюдаю, понимаешь? Потому что это прям тяжело. Очень тяжело. Даже мне, человеку, который занимается только установками, мне приходится все равно и изучать и электрику, там какие-то вопросы отвечать и какие-то проблемы решать и так далее. Все равно я за всем этим слежу. То есть, я не могу там какие-то сообщения, не прочитанные от кого-то, или не могу не отвечать на вопросы. То есть, если мы еще добавим сюда, ну, опять же, пламя, наверное, вопросов еще больше будет. Как-то это надо отделить так, чтобы мы не пересекались. Те же самые кладовщики, они не могут полностью там всех позиций в мире знать. Да, надо об этом подумать в плане, имеет, наверное, смысл реально просто это разделять. Потому что даже самому клиенту, если он увидит Fuse, это если это будет Fuse Plumbing, или Fuse Electrical, или там Fuse HVAC, он, наверное, будет думать, что это какая-то определенная компания, которая занимается только HVAC. С одной стороны. А с другой стороны, для клиента удобно то, что одна компания занимается и тем, и другим. Ну да, ну то есть, когда мы, например, делаем установку, то есть, он нас нашел, как и мы, чувак, компания, мы делаем ему установку, вдруг там у него там нет места, нужно апгрейдить электрическую панель. Мы его направляем в нашу же компанию, но в другой отдел. Но у нас, в принципе, сейчас так и происходит. Ну да. Плюс-минус. Все то же самое и должно происходить, но не в одной куче. То есть, мы тут, знаешь, как это, как в женской сумочке открываем, там, что-то пытаемся найти. Это у нас хорошо получается, как у девушек. Сейчас руку засунул, там, загадал, что-то ищешь и достал. Когда у нас еще больше всего будет, то, наверное, вряд ли у нас получится что-то найти правильное. Да, поэтому надо, я думаю, надо больше толковых людей, наверное, искать для того, чтобы поддерживать конкретные направления. Так что, друзья, вот так вот. Остануем вопросы в комментариях. Да, вопросы оставляйте в комментариях. Артурчик у нас постоянно отвечает в комментах, видит, там все читает. Чуть ли не занимается иногда модерацией. Ха-ха-ха. В защиту компании. Да, типа, да пошел ты. Спасибо Артуру. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Обязательно ставим Артурчику лайкусик. Увидимся в следующем видео. И говорим... Пока!